Сегодня очередной день в лесу, у нас теперь снег усилился, теперь вообще везде сугробы, все катаются, так что настроение уже прям очень зимнее. Прогулки по заснеженному лесу зимой это максимальное удовольствие и вдохновение, поэтому я безгранично рада, что я часто выбираюсь туда на прогулку. Здесь вот во все лыжники катаются. И красивые елочки. Вот такая ситуация. Здесь так много снега, вообще я проваливаюсь. Как-то очень много нападало буквально за пару дней. После прогулки по зимнему лесу появилось настроение делать имбирное печенье и гринтвейн, так что сейчас я именно этим и займусь. Вот чем я успела запастись сегодня. Сейчас эти печеньки остынут и мы будем декорировать их. И конечно глазурь, помадка для печенья. Самое большое удовольствие это разукрашивать печенье. Тогда ты максимально показываешь и проявляешь свое творчество. Ну и просто это очень весело, а потом еще и вкусно. Здесь уже есть небольшой спойлер, как я украсила стол, но об этом немножечко позже. Как вы можете видеть, я использую баночку из H&M Home по назначению. Сегодня на улице минус 15 и, конечно же, где я, не сложно догадаться. Я в лесу. Очень классно гулять. Я обожаю снег. Именно такую погоду, когда солнечно и очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Не знаю, видно ли, что у меня порозовели щечки, но прохладненько, конечно. В этом году рождественский стол я буду сервировать примерно вот так. Еще в процессе я думала добавить парочку других элементов. А это та самая дорожка на стол из предыдущего видео. И вот еще один вариант декора уже с теми самыми салфеточками из H&M Home. Если помните, то мне очень нравятся рождественские франтишки. Это я привезла из Чехии, мне нравится их аромат. Мне еще очень повышает рождественское настроение. Вот такие шоколадки или что-то очень милое новогоднее. Мне, кстати, очень нравится эта мелка с елочками. Она очень красивая. Посмотрите, какая красивая упаковочка. Поднимаю запас калорий после плодотворного декорирования дома. Недавно я вдохновилась в ДЛТ разными миниатюрными новогодними композициями. И решила воплотить нечто подобное самостоятельно. Тем более, что я совсем недавно купила вот такие милые домики в Икеа. Я дополнительно решила посмотреть некоторые варианты в интернете. И очень быстро нарисовала черновой эскиз. Всю композицию я буду делать из глины. Плюс я добавила картонную основу. В общем, как-то так. Что-то подобное у меня получилось. Сейчас еще доделаю фонарики. И я хотела еще поезд сделать небольшой. Но, как видите, что-то такое вышло. Завтра я это все еще покрашу, когда это высохнет. И будет намного интереснее смотреть. И вот у меня осталась вот эта вот упаковочка глины. Из нее я и сделаю, скорее всего, все остальное. У меня, в общем-то, выбора нет. Наверное, я еще добавлю, может быть, какого-нибудь снеговичка. Или что-то такое. Чтобы еще более разнообразно это смотрелось. Кстати, может быть, кто-то подумал, что эта гора на какую-то очень известную гору похожа. Так вот, да, я вдохновлялась горой Маттерхорн в Швейцарии. Получилось нечто подобное. Надеюсь, что кому-то показалось, что хоть чуть-чуть похоже. Когда вся композиция высохла, я также укрепила ее кое-где клеем и приступила к окрашиванию. И сейчас будет залипательная минутка того, как происходит весь этот процесс. Вот бы он и в жизни был таким быстрым. И получилась вот такая композиция. А также я провела подсветку из гирлянды. В домиках из икеи сзади были отверстия, поэтому провести свет в них не составило труда. Сейчас в Петербурге очень много где открылись классные катки. Один из самых интересных – это каток «Все в кабель порту». Он находится прямо перед Финским заливом. И от этого создается очень классное впечатление. Еще один очень классный каток находится в Новой Голландии. Он там находится уже каждый год традиционно. Там, конечно, тоже очень здорово. Декорируют сцену каждый раз по-новому. В общем, здесь очень много интересного. Также можно погреться и зайти в бутылку. Это здание, которое находится там со всеми развлечениями, со всеми магазинчиками и кафе. И взять что-нибудь вкусное и горяченькое с собой. От себя очень советую вам заведение Ронни. И вот еще несколько кадров, как украсили Петербург. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok